Доброе утро, дамы и господа! Итак, очередное особое мнение в программе Александра Гранта. Ну, друзья мои, мне уже не раз приходилось повторять. Нынешние быстротекущие события подсказывают, что я повторяю это недостаточно часто, что особых мнений у нас сколько угодно, но они примерно на 2-3 одни и те же темы. Конечно, мы могли бы сегодня поговорить о том, что нашего президента выдвинули на Нобелевскую премию мира, шансы на получение которой у него чуть меньше, чем на получение гонкуровской литературной. Мы могли бы поговорить о том, какую свинью ему подсунул журналист Боб Вудворд и так далее, но я решил не навязывать вам все эти темы как, в общем-то, однодневки, а поговорить о чем-то практически вечном. Вот этот предмет, который хорошо вам знаком, я упорно называю его не медицинская маска, а намордник, мазл. Потому что, честно говоря, ну, слово честно говоря, конечно, относительно, потому что, не стесняясь говорить это в эфир, подтверждаю, что ничего кроме унижения, когда я его обязан надевать на лицо, я не испытываю. Меня заставляют ощутить себя неполноценным человеком и подумать, что я, наверное, заражен коронавирусом и могу дыхательно-капельным путем заразить вас, а поэтому мне рот затыкают этим самым намордничком. Но поскольку это прижилось и полюбилось народу, и все уже поверили в том, что это спасительное средство, в общем-то, от массового поражения и тысяч, если не миллионов смертей, то так получилось, что это врастает не только в наш быт, а в самих нас. И я грешным делом подумал, конечно, это абсурд, что, наверное, если это уж навечно, то и в нашем рте и носе тоже нет особой необходимости, как в органах, которые выдыхают и выкапливают эти самые вирусы. И у грядущего человека рот и нос, наверное, просто отомрут. Мы мутируем, как это сделали наши прапращуры когда-то, отрастим себе какие-нибудь жаберки, как были когда-то у прообраза человека, и прекрасно будем дышать без опасности заразить друг друга вирусом COVID-19 3 250 451. Но это, конечно, шутка, возможно, и не очень удачная. А сегодня мы поговорим вот о чем. Хорошо, нам суждено, как уже обсуждалось и в эфире моих передач, как я сам слушал чужие передачи, нам суждено неизбывно измениться, то есть перейти на какой-то новый способ не только общения, но новый способ существования. И вот какими мы будем в этом самом новом образе? Хотя бы внешне. Я имею в виду не изменения мутационные. Нет, у нас еще не отмерли все наши члены тела и органы чувств. Внешне. Как мы выглядим? Ведь человек практически выглядит, то есть одевается, красится, стрижется. Я не Нэнси Пелоси имею в виду. Стрижется. Так, как к этому его обязывает общество. Именно обязывает. Он делает вид, что он самостоятельный, и что он самоизъявляется и самопроявляется в своем внешнем виде. Но на самом-то деле он угодничает, либо подчиняясь тому микрокружку, в котором он существует, либо той работе, на которой он опять-таки существует, либо другим каким-то социальным стратам. И вот пригласить в сегодняшнюю передачу я решил мужчину и женщину. Оба они вам достаточно хорошо известны. Что касается женщины, то это постоянный участник моих ежемесячных передач и радиожурналист Елена Гинстлин. Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Очень приятно. А что касается мужчины, то это тоже уже ставший известным вам Джек Нейхаузен. Один из старейших советских штатников, с которым мы провели передачу. А после этого он уже участвовал в передачах нашей телестанции как политолог. Джек, здравствуйте. Вижу вас, Джек, здравствуйте. Так вот, смотрите. Я начну издалека. Я начну с 1960 года, который мы все прожили в Советском Союзе. И это был конец так называемой хрущевской оттепели, когда советские люди за много лет первый раз почувствовали, что им можно больше, чем обычно. И тогда в журнале «Юнность», который мы все зачитывались, потому что были молодые и глуповатые, появилось стихотворение Юлии Друниной следующего содержания. По улице Горького, что за походка, красотка плывет, как под парусом лодка. Прическа, что надо, и свитер, что надо, с крамольным оттенком губная помада. Идет не стеляшка, девчонка с завода, девчонка рождения военного года. Со смены идет, не судите по виду, подружку ханжам не дадим мы в обиду. Пусть любит с крамольным оттенком помаду, пусть стрижка, что надо, и свитер, что надо. Пусть туфли на шпильках, пусть сумка модерн, пусть юбка едва достигает колен. А что здесь плохого? В цеху на заводе станки перед нею на цыпочках ходят. По улице Горького, что за походка, красотка плывет, как под парусом лодка. А в сумке модерной в притирку лежат пельмени, Есенин, рабочий халат. Вот такое замечательное стихотворение. И мой вопрос, Лени Гинслинг, вспомню то время, если, конечно, ты тогда еще что-то соображала. Что лежало в твоей сумке, и когда ты первый раз надела короткую юбку? Саша, ну, в таких вот деталях, таких вот деталях, наверное, я не помню. Вот, ты спрашиваешь, в 60-х годах носила ли я это? Да, конечно, носила. Все носили, и я тоже. Вот, как-то ли меня это смущало или нет? По-моему, нет. Мне так кажется. Я по себе знаю, и потом задам этот вопрос Джеку, когда мы, мужчины, первый раз увидели мини-юбку не в кино, а на ногах наших спутниц или прохожих. Ну, во всяком случае, на улицах тех советских городов, где мы жили. Он в Риге, а я в Москве. И для меня это было, честно говоря, потрясение, потому что, да, я видел это в кино, мне доводилось до этого видеть женщину в более коротких одеждах и даже без одежды. Но, тем не менее, вот эта мини-юбка на ногах, Твиги я уже знал и читал про это. Но когда я первый раз увидел, как из интуристовского автобуса выпорхнула английская девочка в этой самой мини-юбке, для меня это было какое-то потрясение. А вот ты пришла к короткой юбке через миди или вот сняла длинную и одела короткую? Саша, ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Что по всей вероятности, вот из-за того, что ты мужского пола, а я женского, у нас мы по-разному это воспринимаем. Я, может быть, могу допустить, Саша, это было давно, я, может быть, на это не обращала внимания. Я никогда не одевалась вульгарно, наверное, я была так воспитана. Была ли у меня юбка длиной до причинного места, я не думаю, мне бы это и мама не разрешила, и я сама. Так что, понимаешь, вот то, что тебя это потрясло, и, возможно, Джека тоже потрясло, я к этому делу как бы непричастна. Сейчас, да, вот здесь, когда я вижу, в каких... Вот сегодня, извини, я знаю, когда я вижу, в каких юбках и в каких шортах ходят девушки, женщины, которым надо вообще носить юбки до пят, вот это меня приводит в ужас. Минуточку, 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 гражданка Гинслинг, давайте обратимся к Джеку Нейхаузену. Джек, ваше первое впечатление о женщине в мини-юбке, которая была рядом с вами, а не на экране. Впечатление прекраснейшее. Это не просто была мини-юбка, это был и вызов, это был и предлог, и это было много мечтаний, которые складывались как раз вот в взгляде на эту мини-юбку. Мне кажется, вот эта англичанка, выходившая в вашем случае из отеля, для нее это была нормальная вещь. Даже для стильной рижанки, все-таки они проходили через довольно быстрый период миди и потом мини. И все-таки они были считанные единицы. Но я вот согласен с нашей уважаемой женщиной здесь, что здесь меня бесит много и коротких юбок, и вещей, которые женщины не должны были бы одеть, поскольку если ты весишь 500 килограмм, тебе не нужна мини-юбка. Знаете, вы, к сожалению, этого не увидите, а я покажу нашей аудитории одно за другим фотографии смены в самом общем виде. Мод с 1960-го, который вы сейчас видите, вот этот длинный двубортный фиджачок. Потом идет мода 1970-го, когда уже не то чтобы мини, но какое-то другое такое сарафанное платьице. Потом пойдет 80-й год и так далее, и так далее. Потом уже можно 90-е годы, когда начали женщины укороченные юбки носить. Потом вот начало 2000-х годов, на которых вы видите молодого, красивого и безумно модного, но еще даже не такого ослепительно-рыжего Доналда Трампа, с такой же роскошной, очаровательной и совсем молодой Миланией. И это было 2010-й, по-моему, или еще раньше. Да, раньше, это было начало 2000-х годов. Ну и к чему мы пришли? Мы пришли вот к этой самой моде, когда у мужчин пиджачки стали значительно более куцами, чем они были. Врючки стали совсем в дудочку. И, Джек, вы вспомните, они стали напоминать брючки-стиляг 60-х, начало 70-х годов. Мы с вами таких брюк никогда не носили, потому что были штатниками. Это считалось не солидно, как говорили на московских, во всяком случае, улицах. И какой-то мой знакомый человек говорил, «Вы стиляга, а я солидный человек», – говорил он, будучи одет с головы до пят в американские вещи. Так вот, то, что Лена только что сказала о том, какой стала мода сегодняшнего дня у нас в Нью-Йорке на наших нью-йоркских улицах. Лена, это мода или это просто дань времени и удобству? Как ты считаешь? Я тоже вчера видел женщину, она ничем не отличалась от других, на которой были не поймешь что. Ни то трусы, ни то шорты, не знаю что. И какая-то короткая маечка. И она шлепала себе по улице, в руках у нее была сумка с документами, не с какими-то там, скажем, с картошкой или с пивом. С документами, это была сумка с бумагами. Женщина спешила по делам в такой одежде. Так вот, сегодня я как раз и хочу повести с вами и с нашей уважаемой аудиторией разговор на эту тему. К чему нас обязывает или к чему нас обяжет или к чему нас вынудит пандемия? Ведь закрывается масса предприятий, закрываются магазины. Рестораны нам сегодня обещали у нас в Нью-Йорке открыть в конце сентября с наполнением на 25%. А если мы будем себя хорошо вести, в смысле никого не перезаразим там, то в конце ноября на 50%. Причем нас будут сажать в застолике, в компании и один из нас обязательно будет должен дать менеджеру свои координаты, чтобы в случае чего, если этот стол окажется зараженным, знали кого где искать. Ну, в общем, такой период полувоенного положения. Так вот, все закрывается. Закрыли сегодня, банкротство объявил сеть универмагов Century 21. Перед этим закрылся Тейлор, по-моему, под угрозой закрытия Сакс и Савиню и так далее, и так далее. Люди остаются без работы. Закрылась масса офисов, но я говорю не о закрытых, я говорю о том, что масса людей остались на своих работах, но работают в дистанционном удалении, то есть дома у своих компьютеров. Им больше не нужно ходить в офис. Это стало быть, отпала необходимость одевать каждый день свежую рубашку, разные галстуки и желательно не каждый день в одном и том же костюме. Но, тем не менее, костюм, белая рубашка и галстук отпадают как необходимый и обязательный атрибут бизнесмена, бизнес-человека. Соответственно, и женщины, которые работают или работали, но продолжают работать в офисах, они уже не должны одеваться с такой скрупулезностью и точностью. То же самое, бизнес-сют, скажем, обязательно белая рубашка с какой-нибудь прибамбасочкой вместо мужского галстука и так далее. Может быть, брючный костюм. И, в общем, даже Хилари Клинтон не обязательно надевать брюки. Извините, шутка. Так вот, Лен, как ты думаешь, вот эта необходимость, она приживется и станет вечной, и чем ее заменят? Лена. Саша, я думаю, я хочу надеяться, что когда настанет время, и все откроется, и люди снова пойдут на работу и так далее, то все, вот женщины, окей, я про свой пол говорю, они будут настолько рады, что они достанут все свои платья из класса, которые они не носили долго. Если не нужно будет носить маски, в чем я очень сомневаюсь, потому что постоянно говорят о том, что маски будем носить два года. Значит, если не нужно будет носить маску, то можно, наконец, положить на себя макияж, покрасить губы, глаза, щеки и так далее. Вот, значит, это только я втайне на это надеюсь. Значит, что касается меня, то, как ты знаешь, я работаю из дома, украшаться мне просто некуда и не. Зачем на улицу одевать маску и напяливать серьги бусы, как другие люди, женщины одевают? Это просто смешно, я хочу все время сказать, посмотри на себя в зеркало, у тебя серьги болтаются туда, в маску лезут, это никому не нужно, это никому не нужно украшать себя, когда у тебя все лицо закрыто. Вот, поэтому, Саша, я так думаю, вот то же самое, что произошло с салоном. Салоны были все закрыты, я имею в виду парикмахерские. Значит, женщины, у них были волосы разного цвета, половина седые, половина рыжие, половина черные. Никто, я обращала внимание, никто не хотел дома сам себя каким-то образом подкрасить, извините, свои волосы седые. Нет, вот так ходили, как ходили. Как только открылись салоны, все побежали как сумасшедшие. Вот тот мастер, который меня стрижет постоянно, он мне сказал, что первые две недели, когда салон открылся, я думала, я сойду с ума. То есть все как с цепи сорвались. Они хотели себя как-то привести в порядок. Поэтому, Саша, я думаю, что вот с одеждой будет то же самое, хочу надеяться. Хотя внутри себя я не очень, не очень, надеюсь, пожалуй, первый раз в жизни со мной такое. Хорошо, хорошо. Перейдем к мужской части нашей аудитории. Джек, в данном случае я говорю о некоем саморегуляторе, который есть в любом из нас. И который обязывает нас в силу наших моральных устоев, в силу наших социальных обязанностей, вести себя, а в частности одеваться, как мы считаем должным. Ну, понятно, что люди, которые сейчас продолжают общаться с клиентами, скажем, в банках или в каких-то финансовых учреждениях, я сейчас говорю о мужчинах. Они по-прежнему, наверное, одеваются все-таки, я это видел в банках, хотя, в общем, кассиров-то я видел уже в каких-то легкомысленных рубашечках, а консультанты все-таки были в костюмах с галстуками. Точно так же в костюмах с галстуками я видел детективов полиции и следователей Федерального бюро расследований. Тут уже ничего не поделаешь, это практически неофициальная форма. Но если человек продолжает работать в прежней должности у своего компьютера, и, в общем, его начальство решило, что и для начальства, и для него будет удобнее и выгоднее больше не приглашать его в офис. Может, он туда будет заезжать только на совещание или за зарплатой, если он хочет получить какие-то бонусы не по почте. Вот он уже больше не должен одеваться в эту самую неофициальную форму, галстук и рубашку. Он, вот в частности вы, окажись вы в таком виде, вы смените свой образ или станете таким же, каким вы были? Ну, во-первых, если посмотреть на все, это не вирус, который ломает моду. Это последние, я бы сказал, уже 25-30 лет, когда появилось слово «комфортабельно». Что значит «комфортабельно»? Что да, ну, конечно, я работаю 8 часов, но куда мне в этих красивых узких туфлях? Почему не одеть что-нибудь более комфортабельное? Появились рубашки, которые комфортабельные. Только у тебя, может быть, на шее она аккуратна, а остальное, как какой-то зонтик. Это все шло в сторону причёсывания всех одной гребёнкой. Так как вы правильно сказали, что последние оплоты — это биржа, Уолл-стрит, это большие деньги, где соблюдается вот этот декор. Любишь-не любишь — это как юниформа, как форма человека, который уважает свой пост и свои деньги. Или хочет продать что-то и создаёт впечатление силы, богатства своей одежды. Изменилось время, изменились клиенты. Клиент приходит оборванец, почему должен сидеть, причём состоятельный оборванец. Поэтому, сидя за столом, клерк может быть одет в рубашечку какую-то. Это уже существенную роль не сыграет. Предположим, сегодня никто же не увидит на экране, что у меня одето ниже пояса. Конечно, я могу быть голым. Кстати, тот же Хеннити на Фокс сидит в джинсах, но тап у него, рубашка, галстук, хороший пиджак. Но внизу у него джинсы, он всегда смеётся. Но в данном случае мы идём к этому. Сколько офисных спейсов, места в Нью-Йорке сейчас пустое, потому что компании получили толчок. Если мы можем провести бизнес так, то для чего нам снимать эти помещения? Человек, встав утром, сделав капу в кофе, садится за компьютер, и даже если у него митинг со своим президентом, вайс-президентом, люди будут видеть только его рубашку. И надеются, что она будет хотя бы иметь галстук. Но опять же, если среди этой компании людей на митинге половина будет в рубашках без галстука, то и остальные подумают, зачем мне его вывязывать. И это будет невероятный удар по последним оплотам, как Сакс, Мейсис, Лорден Тейлорс. Конечно, это будет удар по индустрии моды. Поэтому, Александр, ваша программа сегодняшняя – это в больное место, наверное, меня и вас, и многих женщин, и мужчин, кто все-таки хотел бы видеть продолжение какого-то декорума. Ну, естественно, Джек, естественно, мы сегодня говорим о традициях, потому что, когда мы говорим, что мы одеваемся так, как мы себя чувствуем, с одной стороны, и как того от нас не требует, а ожидает общество с другой стороны. Вы сказали, что действительно, никто не знает, как, допустим, одет Александр Грант ниже того, как его показывают в кадре, и может, там уже и не галстук никакой, и даже не продолжение этого галстука. Я сразу вспомнил вот эту замечательную песенку тоже 60-х годов, помните? «Лежит советская земля вокруг залива Коктебля». Так там были слова «купальник, правда, есть на ней, но под купальником ей-ей все голо, бля, все голо, бля, все голо». Тут ничего уже не сделаешь. Когда мы говорим об этой необходимости выглядеть так, как мы привыкли, как нам нравится, как нам свободно, и как, кстати, от нас ждет общество, таких же, как мы, свободных людей в свободной стране, я уже имею в виду Соединенные Штаты Америки, вот к чему эта пандемизация нас ведет. Лена, вы считаете, что нам все-таки станет хуже? Вы, ты, вот если я тебя правильно понял, я сразу гладко перехожу с вы на «ты», то ты ожидаешь, что вот грянет урочный час, с нас снимут на мордике, отстегнут поводки, и мы сразу выринемся сначала в гардероб, оденем старые вещи, потом намажемся, накрасимся и понесемся прожигать жизнь так, как мы ее прожигали. А если это все не вернется? Ты допускаешь, что все не... что даже если это вернется, это будет уже не так. Ты войдешь в ресторан, куда надо будет заранее записаться, а потом у тебя спросят твои данные, а потом тебя посадят в маске за стол и разрешат тебе снимать маску только для того, чтобы положить в рот котлетку. Это ты воспримешь как данность, потому что это не грянет неожиданно, тебя к этому подготовят. Это хорошо или плохо? Саша, я скажу тебе вот что, что я очень следую всем правилам и всем законам. Если для меня написано «нет», вход, выход и так далее. Если в магазин сказано «без маски не входить», я не вхожу. Значит, в ресторан, если мне скажут «пройдите туда, сядьте в этот угол, и после этого вы можете снять маску, я буду так делать». Да, потому что это, ну, не приказ, это распоряжение, это правило. Значит, будет ли меня это убивать? Нет. Нет, не будет. Я, например, вхожу в офис к врачу, у меня в одном углу измерять температуру, в другом, в третьем, в этом. В НВАЮ надо было обязательно сделать тест на ковид. И так далее. Нужно, значит, я делаю. Саша, я очень... Законопослушная. Да, я не могу сказать, что меня советская власть к этому приучила, но здесь, там тоже мы то это, то туда, вход, выход и так далее. Хочу делать. Здесь ведь мы тоже стали, очень многие люди, потому что теперь самое главное слово – это «freedom». Они стали делать то, что они хотят. Только то, что они хотят, и только то, что им удобно. Меня это всегда приводит совершенно в бешенство. Вот. Хотя я стараюсь это вслух не выражать. Поэтому вот как скажут, так и будет. Носить маски еще два года, я буду носить еще два года. Я вот была недели две назад на Брэйтоне. Саша, там с масками не очень, чтобы очень... Вот. Хочу, одеваю, не хочу, не одеваю. В Манкетине этого нет. Все в масках. Абсолютно все. Когда было жарко, я просто помирала в маске, хотя ношу только вот эту тоненькую хирургическую. Мне нечем было дышать. Но вышла на улицу, все в масках, изволь носить. И я это делаю, она мне уже доела, и все. Но я в голове держу, что я буду ее еще носить дома. Ну, ты понимаешь, Лена, вот исторически, или даже доисторически, когда-то человек до изобретения штанов ходил без штанов. И чувствовал себя роскошно, обдувает, продувает, ничего не жмет, ничего не давит. А потом его обязали носить штаны. Буквально обязали. И ты знаешь, там вот за минувшие, скажем, 5678, я уже не помню сколько лет, сотворения мира, человек настолько привык к штанам, что вот если его сейчас скажут, ходи без штанов, он будет без штанов чувствовать себя некомфортно. Это я тебе говорю, как объективный носитель штанов. Он будет чувствовать себя неудобно. И допускаешь ли ты, что если мы привыкнем носить маски со временем, длительным временем, то без маски мы уже будем чувствовать себя неловко, некрасиво, некомфортно. А? Могу, я могу допустить. Я не хочу с этим согласиться, вот так вот, скажем тебе да. Но допустить я это могу. Допустить я это могу. Я вот сейчас иду по улице вокруг, например, никого нет. Вот я вечером делаю прогулку. Никого нет вокруг. И я с одного уха маску снимаю, как наш возможный будущий президент Байден. Она у него висит на одном ухе, потому что он забывает. Вот. И я вот так вот иду-иду. Если кто-то навстречу, все, я тут же одеваю обратно. Но без маски я себя чувствую намного лучше. Ну, друзья мои, я еще раз хочу сказать, что я взял, мазал этот намордничек не как таковой, не как медицинскую маску, которую я, кстати, допускаю как необходимость и возможность для выздоровления, или, вернее, для оставания здоровым. Я взял ее как пример, так сказать, насилизации нашего облика, если возможно так сформулировать мою немудрящую мысль. Если нам что-то навязывают, если нам что-то предлагают, насколько быстро и насколько прочно мы это воспримем как уже неизбывную часть нашего быта, а потом уже не то, что не сможем от этого отказаться, а может даже не захотим от этого отказываться. Ну, это длинный разговор. Сегодняшняя передача у нас, как я уже сказал, о пандемизации нашего быта и нашего облика. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом продолжим наш триалог. Оставайтесь с нами. И еще раз здравствуйте, дамы и господа. Напоминаю, что вы смотрите программу «Особое мнение» с Александром Грантом. И в нашей передаче сегодня участвует уже знакомый вам по предыдущим телепередачам Джек Нейхаузен, самый известный штатник советской Прибалтики, за что я его чрезвычайно ценю и уважаю. А здесь и политолог, и журналист, и так далее, и тому подобное. И еще более знакомый вам радиожурналист Елена Гинслинг, с которой мы ежемесячно встречаемся в моих программах. Тема сегодняшней передачи и сегодняшнего особого мнения, самое космическое и глобальное, это пандемизация цивилизации. Так уж получилось чуть ли не в рифму. Я говорю о том, что насколько нам грозит последствием изменение нашего быта и облика в результате коронавируса, что даже когда мы минуем его и даже когда все ограничения будут сняты, мы все равно уже не сможем чувствовать и выглядеть так, как раньше. Я имею в виду, что когда я совершенно свободный от всего излечившийся человек, буду как и прежде сидеть на скамейке стадиона, и рядом сидящий со мной болельщик чихнет или плюнет, я посмотрю на него уже не так, как он чихал и плевал до пандемии. Я сразу вспоминаю старый советский анекдот, когда на каком-то заводе вызывают в портком человека, или порторга, или кого-то, и говорят, слушайте, у вас в седьмом цеху работает Федоров, он страшно похож на Ленина, это нехорошо. Он говорит, ну а что я с ним сделать-то буду? Он говорит, ну знаете, хотя бы попросите его, чтобы он кепку не носил, потому что он в кепке еще больше на Ленина похож. Вызывают Федоров и говорят, слушай, ты больше кепку не надевай, потому что ты в ней на Ленина похож. Он говорит, кепку-то я сниму, а с мыслями как? Вот это самая мысль, когда нам разрешат ходить без кепок, то есть без намордников. А мысли-то у нас уже будут совсем другие, намордниковские. Лен, что ты по этому поводу думаешь? Саша, я знаешь, так думаю, вот что со мной, например, будет. Я еще какое-то время поношу маску, даже после того, как скажут, все, снимайте, все здоровы. Я какое-то время поношу, а потом тоже сниму. Понимаешь что? Ведь мы носим маску для того, чтобы не заразиться от людей, которые могут на нас надышать или насморкаться, и для того, чтобы, не дай бог, если мы больны, чтобы не заразить других. То есть и так, и так, вот это воздушно, капельным путем или... То есть поэтому носить маску, сохранить жизнь себе, остаться здоровым со всех сторон. Я так думаю. Поэтому, опять-таки, наверное, я еще немножко поношу. Я не знаю, сколько дней. Я не знаю, Саша, когда это будет и будет ли когда-нибудь. Все, снимайте, пошли. Все побежали по магазинам. Я не знаю, будет ли это. Поэтому я тебе вот так... Лена, ну вот хорошо. И опять-таки, маска в нашей сегодняшней беседе – это символ, а не конкретный предмет. Но вот это социальное дистанцирование. Если тебя приучат больше не стоять в притирку друг к другу, в троллейбусах, в автобусах, в метро, в трамваях, я не знаю, в каких видах общественного транспорта. Ты к этому привыкнешь, а когда это отменят официально и скажут «все, можете приближаться друг к другу, как хотите», ты начнешь приближаться с готовностью или в тебе останется вот эта осторожность? Наверное, осторожность останется. Я так думаю. Я так думаю. Вот это и есть то, что я называю пандемизацией цивилизации. Джек, как вы относитесь все-таки к тому, что вот наше сегодняшнее общество, которое выдерживали несколько месяцев в заперти, то есть в условиях строгого карантина, а потом выпустили, и оно вот так страшно распоясалось, свидетелями, чему мы сегодня стали. Это все-таки результат политизации и игры в регулирование сознания и сознательное направление определенных людей? Или их все-таки естественное волеизъявление? Я имею в виду эти анархические проявления и вот это замечательное движение, что жизнь черных имеет значение и так далее. Это воля народа или воля кукловодов? Джек. Это воля кукловодов, бесспорно воля кукловодов, потому что они, как сказать, поливали свои посевы уже много-много лет в университетах и всюду. И даже то, что они учили в университетах, даже все, что им ложкой подавали каждому персонально, это мы сейчас получаем эти результаты. Но говоря о масках, я провел очень много лет в Азии, я был поражен, когда первый раз попал туда, лет 40 назад, что много людей в общественном транспорте были в масках, я спросил, а в чем дело? А если человек плохо себя чувствует, то надевает маску. Это нормально и это вошло в нормальный обиход. Иногда ты можешь в сезон, предположим, когда люди больны гриппом или чем-то, половина общественного транспорта или людей на улице в масках. То, что это бесспорно окажет определенно смену какой-то отношения людей в обществе к тому же чиханию, кашелью или находиться близко кому-то, это 100%. Завтра будет день, страшный день, который произошел с Twin Towers в Нью-Йорке, и это изменило наше общество тоже безвозвратно, то, что случилось уже 19 лет назад. Поэтому, к сожалению, вот эти две страшные вещи, кукловод, который начал красить и одевать свои кукол очень много лет назад, и никто на это не обращал внимания. И эта пандемия в один момент все это как бы склеснулось вместе. Наше общество, я никакой не пессимист, но все-таки где-то глубоко я знаю, что это все изменится, Америка сильна, это не рухнет, но отношения между людьми определенно будут другими, это мой взгляд. Ну да, Джек, я совершенно согласен с вами, что, в общем, здравый смысл должен торжествовать, и он в данное время не то чтобы отсутствует, а он несколько притуплен и изменен вот этими самыми кукловодами, которым нужно до определенного конкретного календарного числа, а именно 3 ноября, сдвинуть общественное сознание определенным образом с определенной целью. Не буду уточнять это, и так всем ясно. Но действительно, допустим, если вам говорят, что только что неведомый противник пустил отравляющее вещество, всем надеть противогазы. Вы наденете противогазы, и будет полным идиотизмом, если вдруг сознание вам продиктует, а я не хочу носить противогаз, я в нем потею, и я в нем плохо выгляжу. Потому что вы заразитесь, и в лучшем случае станете инвалидом, а в худшем умрете. Носить противогаз, а это та же самая маска, только более, так сказать, суфистицированная. Это так. Я говорю о том, что уже вот эта необходимость в противогазе, в рогах на голове, в хвосте между ягодицами, да в копытах вместо ног, она, будучи внедренная в сознание на достаточно продолжительное время, изменит и сознание, и наш внешний вид. И как, с чего я начал, в принципе, мы и изрыв-то стали людьми через несколько проходящих инстанций, там, птичек и обезьянок. Шутка. Вот в этом и есть, так сказать, философская, может быть, даже просветительская цель моей сегодняшней передачи. Мы изменяемся. Мы рано или поздно изменимся. И это неизменно. Человечество так уж устроено, что оно изменяется. Но оно изменяется к лучшему. А сейчас все идет к тому, что люди, окружающая среда способствует тому, чтобы мы изменились к худшему. Вот это страшный совершенно процесс. И, Лена, спрашиваю я тебя, можно ли от этого уберечься? Или ты считаешь, что это вообще не так, в принципе? Саша, уберечься, я не знаю, понимаешь, поскольку я совершенно новостной человек, я прилипаю, ну, я не могу сказать 24-7, но я новости от и до смотрю целый день. Значит, верю ли я в это? Не верю. Я слушаю, мне показывают, да, я верю. Понимаешь, поэтому изменилась ли я? Да, я, конечно, изменилась. Я сама это замечаю и вижу, что я впала в глубокую депрессию, и мне очень тяжело из нее выходить. И когда я из нее выйду, я не знаю. Мой образ жизни, моя, так сказать, жизнь, когда я совершенно одна. Вот, но, но, значит, опять-таки, у меня очень слабая надежда, что вот-вот все, и мы все воскресли. Маска, да, маска. Я немножко с тобой не согласна, и немножко, а множко. Что ты вначале сказал, что для тебя носить маску – это унижение. Для меня нет обязанности, обязанность и сохранить себе здоровье и жизнь. Вот как я это рассматриваю. Хотя я с удовольствием ее сниму. Саша, я иду вниз за почтой, вот, там, газеты и так далее. Я одеваю маску обязательно. Обязательно. Ну, а что, Саш, что делать, что делать, когда кругом такой ужас, когда из 205 стран мира 186 проходят через коронавирус? Лен, ты меня постоянно уводишь из моей уютной палаты в сумасшедшем доме в скучную машину скорой помощи. Я понятно объясняю? Нет, я как будто дурочка. Я тебя спросил. Ты наблюдаешь мир через экран телевизора, через свое непосредственное общение с другими людьми, когда ты выходишь из дома в маске, без маски все равно. Люди на твоих глазах становятся хуже или лучше? Применительно к тем моральным ценностям, которые ты обращаешь к себе и к человечеству. Общество, в котором ты живешь, стало лучше или хуже за последние полгода? Стало, конечно, хуже. Я обращаю внимание на то, что мое общение с соседями по дому. Мы всегда раньше все это. Сейчас мы все в масках, и когда они со мной встречаются, они еще шарахаются шага на два назад. Ты в маске, я в маске. Что ты шарахаешься от меня? Вот это мне неприятно. Саша, конечно, изменились люди, и, конечно, в худшую сторону, но, Саша, как есть, так есть. Я тебя не кладу в маску. Так вот, как есть, так есть, Джек. Значит, два вида греха, по которым мы живем. Это sin of commission и sin of omission. Грех свершения и грех упущения. Вот эти два греха сегодня взаимопротивоборствуют. Как вы считаете, вот эта самая знаменитая и общепотребительная фраза «здравый смысл», который находится между этими двумя грехами, common sense, рано или поздно, а времени остается всего до ничего, я имею в виду рано или поздно, к третьему ноября, возобладает ли здравый смысл как очищающее человечество фанацея? То есть, излечимся мы и от этого анархизма, и от этой ярости, и от этих бессмысленных проявлений злобы, не мотивированной, а политизированной. Вот здравый смысл, на который мы все уповаем, когда люди поймут, что поступить нужно именно так, а не так. Он поможет человечеству, скажем, вернуться хотя бы на свое допандемическое состояние. Но я как раз не политизирую, я даже не говорю, связано ли это с победой на выборах Доналла Трампа или с победой Джо Байдена. Я имею в виду возвращение человечества на прежнюю позицию. Не вернется. Я говорю это по той причине, что мы не можем мерить страну, даже не говоря о выборах, страну по городам. Мы меряем ее по тем, кто действительно делает страну, чем она есть. Это не города, это мозолистые руки, это рабочие, это вот эта вот безмолвная религиозная масса, в которой тоже уменьшается здравый смысл, к сожалению. Я не говорю уже о Нью-Йорке, со здравым смыслом выбрать Де Бласио уже второй раз. Я не хочу верить в то, что будет хуже, но вынужден. Я не чувствую. Вот мы говорим о выборах, неважно, кто выиграет, но от этого же не меняется суть и корень. В этом вся проблема. Наш вклад — это вклад в молодость, это вклад в детей. Когда ты видишь дети прекраснейших родителей, с ненавистью говорят со своими родителями, ты видишь детей из прекрасных семей, которые готовы сжечь хоть собственный дом ради фальшивой идеи. И когда ты знаешь, что это 75 минимум процентов из нашего, так сказать, вклада в будущее. Поэтому иногда даже радостно, что я не молодой, что я этого не увижу. Но это, к сожалению, свершится, как свершилось и в Римской империи, как свершилось во многих местах до нас. Вот, к сожалению, такой мой плохой, нехороший прогноз. Грустноватый вывод, но я все-таки попробую оживить, так сказать, тон нашей передачи вопросом к Лене Гинслинг уже прикладного характера. Ведь когда грянул гром пандемии, сразу появились конспирологические догадки, а, собственно, кому это выгодно. Это неизбежный вопрос, который задается по любому поводу. И, наверное, первый раз его задал Адам сам себе, когда увидел рядом с собой Еву, которая появилась якобы из его ребра. Кому это выгодно и что из этого получится? Сразу стали думать, наверное, это одна из версий, наверное, это все затеяли какие-то неведомые, но конкретные люди, которые решили перевернуть фармацевтическую промышленность, упразднить пурген с пирамидоном, а вместо этого сделать самым потребимым и популярным лекарством вот эту самую вакцину от полупридуманного вируса. Все начнут ее покупать, кто-то бешено разбогатеет, кто-то разорится, и все вернется на свои стези. Ничего подобного не получилось, значит, все развивается так, как оно развивается. Потом появилась уже новая, более приземленная история, потому что в связи с пандемией какие-то отрасли и какие-то бизнесы закрываются, а какие-то вновь открываются. То есть появляются одни бизнесы, теряют деньги, вторые бизнесы начинают их бешено зарабатывать. Это вот такое. Но из этого тоже пока ничего не появляется. И тогда, значит, уже маленьким отросточком всего этого появилась индустрия моды и ширпотреба. Что сейчас, значит, как правильно заметила моя просвещенная собеседница Лена Гинслинг, женщины закрывают лица этими полупаранджами, а когда им разрешат снова украшать собственные лица макияжем и броситься за вещами, к которым они привыкли, начнется бешеная скупка. Но вот я читаю, вот что сказала Мадонна Мур на сайте Телеграм. Многие модные дома перевели свои мощности на пошив масок, одежды для врачей, изготовление санитайзеров. Предоставили помощь своих странах бесплатно. Это показало, что индустрия может быть социально ориентированной. Да и сам карантин научил нас жить в условиях, когда не знаешь, что будет завтра. Это определенно подтолкнуло мир к разумному и экономному потреблению, а значит, и желающих спустить последние деньги на сумку Беркин станет в будущем не так много. Лен, как насчет сумки Беркин? Неа. Не тянет? Не тянет купить? Нет, Саша, меня. Вот с тех пор, как это все началось, ну, магазины были все закрыты, и даже заходить посмотреть было не на что и нечего. Потом магазины открылись, и я думаю, а чего я туда пойду? У меня же ничего не надо. У меня все есть, висит годами и так далее. Окей, тем не менее, мой любимый магазин Century 21 не очень далеко от меня, я туда зашла абсолютно пустой, абсолютно пустой. Нет покупателей, никто ничего не покупает, никому не надо. Мы знаем почему. Почему? Потому что в Нью-Йорк, значит, запрещен въезд людей из разных штатов, потому что к нам не ездят иностранцы, они были основные покупатели всегда в Century 21, была слышна только французская, немецкая речь и всякое разное. Нет, теперь нет. Им не надо, они не приезжают, и мне, Саша, мне ничего не надо. Ничего. А может быть, я совсем не такая, как другие люди, поскольку я в основном нахожусь дома. Вот. Но у нас же у всех есть платье, кофты-то. Вот. Совсем не очень многие остались при деньгах. Поэтому покупать сейчас сумки и в Сен-Лоран, или еще там кого, я не думаю. Я не думаю. Да, с другой стороны, хорошо, ты так не думаешь, как потребитель. С другой стороны, компания Armani Group заявила, что и фабрики перейдут на производство одноразовой медицинской униформы. Прада приступила к пошиву 80 тысяч единиц одежды и 110 тысяч медицинских масок для медперсонала на своей фабрике в итальянской провинции Перуджо. Компания, которая владеет брендами Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и Дуи, объявила о производстве 50 тонн санитайзеров в неделю для поддержки национальной системы здравоохранения. Его будут изготавливать в лабораториях, где производят духи и косметику Dior, Guerlain и Givenchy. В Британии Барбери заявила о разработке нескольких направлений по борьбе с COVID-19 и обещала ускорить доставку 100 тысяч медицинских масок и так далее и тому подобное. То есть бренды, которые мы привыкли чуть ли не боготворить, сейчас единогласно заявляют о том, что они, так сказать, милитаризируются, если можно так сказать. И согласно законам военного времени, как раньше у нас призывали, Трамп, вернее, призывал переключиться на производство вентиляторов, а они сейчас переключились на пошив вот этих самых намордников. Это так или иначе повлияет на сознание потребителей. Или все это воспринимают как временная мера, вот все закончится, и они снова вернутся к опошиву модных сумок и к изготовлению замечательных духов. Как ты считаешь, Джек? Это быть в ногу, это показать, что мы тоже, мы conscious, показать, что мы с вами. Ну какие для огромной компании 50 тысяч масок – это вообще ничто, это не заработанные деньги, это можно все подарить. Это временно. Все вернется другого типа, но вернется. И на позитивной ноте, если мы любим одеваться, и к нашему моменту нашей жизни, у нашего действительно есть все в нашем шкафу. Надо одеваться красиво и находить тот ресторан, который позволит кушать без намордника, имеет расстояние между столами и быть красивым для самого себя. А остальные все равно обратят на это внимание. Вот мне кажется так. Лен, и такой вопрос, как массовое сознание. Ты в свое время регулярно посещала кинотеатры и, в общем, привыкла сидеть в креслице, где справа, слева, спереди и сзади от тебя на достаточно близком расстоянии другие люди. Я не знаю, насколько Джек, так сказать, как у нас в Америке говорят «party animal», то есть общественное животное, к которым я и себя, и всех вас причисляю, насколько ты чувствуешь себя, скажем, на многотысячном стадионе. Вот насколько ты считаешь нормальным и даже, может быть, даже присущим современному человеку чувство стадности. Вот ощущать, реветь вместе с другими, плакать вместе с другими, там, я не знаю, над какой-нибудь Примадонной, которая красиво умирает на сцене. То есть вот эта потребность в массовой толпе сопереживать. Вот это нормальное явление. И вернется ли оно после конца пандемии? Саша, я хочу тебе сказать, что стадионы, например, и кинотеатры – это разные вещи, несравнимые. На стадионы идут люди, да, чтобы вместе болеть и вместе орать. Да, это очень большое имеет для них значение. В кино ты пришел посмотреть художественный фильм, желательно, чтобы рядом с тобой сидел человек и не трещал бы никакими этими орешками и так далее. Значит, когда откроются кинотеатры, пойду ли я сразу в кино? Нет, не пойду. Может быть, я привыкла уже, не знаю, не пойду. Я вот закажу на Netflix. Пойду ли я в джим, куда я ходил как-то, знаешь, всю свою жизнь? Вот. Пойду? Нет, не пойду. Не пойду, я буду ждать, когда все это и так далее. Заниматься в маске, Джимми, я не хочу, чтобы на меня кто-то дышал, хвататься за ручки, которые уже передавно пять человек взяли, я не буду. Не буду. Не принципиально. Лен, я все-таки прихожу к выводу, что ты безнадежно заражена пандемией. Не самим COVID-19, не дай бог, а вот этими самыми отголосками, общественно полезными или вредными, но так или иначе. Но, друзья мои, время нашей передачи подошло к концу, и я благодарю и Лену Генслинг, и Джека Найхауза за участие в ней, да и вас за час терпения. Спасибо и всего хорошего. До следующей встречи на нашем экране. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова